Наступивший 17-й год станет точкой отсчета в истории медицинского учреждения, подобных которому в Щелковском районе никогда не было. Завершается строительство перинатального центра, который будет оказывать помощь жителям нашего района, а также других муниципалитетов Северо-Востока Подмосковья, у которых таких возможностей нет. Медицинское учреждение наивысшего третьего уровня акушерско-гинекологического профиля. Вот каким будет наш перинатальный центр. И это на две ступени выше, чем наш старый Щелковский роддом, который доживает последние дни. Чем ближе сдача губернаторского объекта, тем строже контроль на всех уровнях. Это не просто роддом, объясняют Алексею Валову, руководитель 5-го медицинского округа Владислав Мерзонов и главврач перинатального центра Ирина Виноградова. Мы должны сделать так, сконцентрировать на себя всю самую тяжелую патологию с окружающих районов. Все самое тяжелое взять на себя. Документальное оформление объекта фактически уже состоялось, говорит Ирина Валерьевна. Команда врачей и среднего медперсонала готова начать работу. Именно высокоспециализированные кадры и в области акушерства, гинекологии, гинекологии, не анатологии, анестезиологии и реанимации женской, анестезиологии и реанимации детской. Поэтому люди есть, мы знаем, кто сюда приедет. Пока они здесь не территориально находятся, но как только мы будем готовы к открытию, то все доктора сюда приедут. На большинстве помещений уже можно увидеть пометку «Сдано». Однако это тот случай, когда окончание строительных и отделочных работ будет означать только полдела. На монтаж медицинского оборудования тоже уйдет не один месяц. Оно же здесь будет непростое. Перинатальный центр – это 35 тысяч квадратных метров высоких технологий, доступных технологий. Центр будет бесплатный, то есть все медицинские технологии будут абсолютно доступны и абсолютно за счет средств бюджета. 3 января ход строительства перинатального центра проинспектировали недавно назначенный заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин и министр строительного комплекса Сергей Пахомов. Их сопровождали строители – представители компании «Мортон», которая начинала работу, и ПИК – правоприемник «Мортона». Гости убедились, что общестроительные работы на объекте близки к завершению, ведется чистовая отделка. По контракту до конца февраля должно быть завезено все оборудование. Зампред правительства запланировал следующий визит на перинатальный центр на 22 января. К этому времени отделочные работы уже должны быть закончены. В принципе, больших таких нареканий нет. Но есть технические неурядицы, которые надо будет до 22 января, соответственно, устранить. Я думаю, что они работают выполненно. Так как я вижу настрой нашего нового зампреда правительства, Фомина Максима Александровича, что настроение серьезное, я думаю, что и темпы работы будут серьезные. За районными властями снос – здание старого роддома. Это, увы, неизбежно. Реконструировать его дороже. На месте роддома разобьют сквер. Также на этот год запланирован капитальный ремонт в корпусах Щелковской районной больницы номер 2. Планировали тот же самый ремонт корпусов уже в обязательном порядке к открытию перинатального центра. Ирина Микеда, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».